Потери на сотни тысяч леев. Об убытках говорят владельцы ресторанов и организаторы торжеств. Последние из-за пандемии нового коронавируса не работают уже почти 4 месяца. Администраторы кафе говорят, что многие пары отменили свадьбы из-за ограничений. Многие перенесли торжества на следующий год. Мы попытались представить нашу программу на будущий год. Тем, кто отменил не по закону, а чисто по-человечески, мы постараемся постепенно вернуть деньги. Владелица столичного ресторана Надежда Герца говорит, что площадь заведения позволяет проводить торжества с учётом соблюдения необходимой социальной дистанции между столами. Если в разрешении для этой деятельности у нас энное количество мест, думаю, можно умножить эту цифру на 40% и работать тихо и спокойно. В подобной ситуации оказались и другие предприниматели. У нас очень большие потери. Не знаю, когда восстановимся со всеми этими убытками и не знаю, как войдём в зимний сезон. Не говорю уже о будущем годе, потому что очень трудно поддерживать всё, что вы здесь видите. Снежана Цуркана управляет рестораном в Криково. По её словам, из-за пандемии было отменено или перенесено почти 50 торжеств. Свадьбу не организуешь за пять дней. После 1 августа сразу никто не решится отметить торжество, например, 7 числа. Практически большинство отменили, остались очень мало, чтобы могли покрыть хотя бы какие-то расходы. Убытки несут и фотографы, операторы, а также организаторы торжеств. Мирела Урущук говорит, что в этом сезоне у неё было запрограммировано 30 мероприятий. Отменили все. Я не верю, что на рынке меры предосторожности соблюдаются лучше, чем в ресторанах, где и до пандемии было, как в аптеке. Не понимаю, почему именно эта отрасль приостановлена. Потому что люди целуются. Жених и невеста целуются и вне свадьбы. В то же время владельцы ресторанов говорят, что не будут поднимать цены. Согласно распоряжению Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения от 10 июля, все свадьбы, крестины и другие церемонии запрещены до 1 августа.